Всем приветики-приветики, потому что мне плохо видно. Нахожусь я в каюте. Зашла я в каюту, ну, как я, в принципе, уже говорила, зашла в каюту, накрасилась, потому что с утра прям вообще такая была сонная, встали уже в другое время, по-самарскому, не знаю, по-самарскому какое-то время было сколько, ну, прям вообще такая сонная, бра-а-а-а, кофе попила, я прям сразу уже кофе наелась. Кофе сразу уже наелась, там уже мне есть не хотелось, но поела. Кстати, дали такие пончики, прям такие вот они толстые, внутри большие, короче, мягкие, они толстые на сантиметров 3, наверное, 4, и сгущенка налитая. Я прям, когда-то сразу как-то не сообразила, начала есть руками, а потом смотрю, сидят, ножичку, вилочку, их там отрезают, макают, как в ресторане, так это, ну, блин. А я сонная была, прям вообще сонная, даже не сообразила, ну, ладно, мы люди простые, можем руками поесть. Вот, и все, я уже собралась, у меня немножко я взяла сосучки с собой, сосучки вот эти вот, дольки, я их в фикс-прайсе покупаю. Это, по-моему, вот лимончик, по-моему, лимонные они, что ли, потому что меня немножко укачивает, вот, так же я вот с собой ментус взяла, очень их люблю, Женька сходила в фикс-прайс, и купила мне их 6 штук, одну я уже почти доела, 5 штук осталось, вот. Вот, они там в фикс-прайсе 27 рублей, по-моему, стоят, а в обычном магазине 41, то есть, ну, есть разница. Блин, ну, чё ж такое, я не могу понять, не видно с какой-то непонятной стороны. Не могу с этой камеры что-то. Вот, взяла с собой еще, кстати, MP3-шник, где у нас еще до обеда целый час, и я хочу послушать музыку на солнечной палубе, немножечко еще позагорать. Вот, потом у нас будет обед, потом я пойду на мультики, а потом я не знаю, чем я там буду заниматься, короче, у нас целый день мы будем просто ехать, ехать, ехать. Вот. Какие-то у меня волосы, такая вот я нарядная. Блин, да что ж такое? А, она не ровно стоит, что ли, просто? Она просто не ровно стоит. Вот, все, я сейчас собралась, сейчас я пойду, потом вам еще где-нибудь поснимаю, посмотрим. Подъезжаем в Казань. Подъезжаем в Казань. Уважаемые дамы и господа, наш теплоход приближается к причалу Казани. Стоянка в Казани техническая до 19 часов. Покидая борт теплохода, не забывайте сдавать ключ от каюты на ресепшн, а взамен обязательно возьмите карту гостя. Код на борт теплохода осуществляется строго при предъявлении карты гостя. А также по наличию или отсутствию включения ресепшн мы сможем определить ваше присутствие на теплоходе перед отправлением. Уважаемые дамы и господа, напоминаем вам стоянка в Казани техническая до 19 часов. В 18 часов 45 минут мы просим вас быть на борту теплохода. Температура воздуха в Казани плюс 23. Возможен дождь. Ну а пока наш теплоход приближается к причалу, радиоветер перемен предлагает вашу вниманию. Слушайте, смотри, старые лодки же. Ну а княжество вошло в состав России. По приказу Ивана Грозного вместо старых деревянных укреплений началось строительство каменного Кремля. Работы поручили опытным вскопским мастерам под руководством Ивана Ширяя. Также Иван Ширяй и архитектор-постник Яковлев построили на территории Кремля Благовещенский собор. В 17 веке появилась дозорная семьярусная башня Сюембике высотой 57 метров. И названная так по имени жены одного из последних татарских ханов. Башня Сюембике стала архитектурной эмблемой Казани. Ее уменьшенная копия венчает здание Казанского вокзала в Москве. После завоевания Казани значение ее как торгового и промышленного центра возросло. А после прохождения через Казань Сибирского тракта в начале 18 века город получил связь со многими торговыми городами страны. В годы Великой Отечественной войны в Казань были эвакуированы крупные заводы, переброшенная часть Академии Наум. В 1990 году город был объявлен столицей Суверенной Республики Татарстан. В 2005 году Казань отпраздновала свое тысячелетие. Сейчас Казань – это один из крупнейших промышленных, экономических, культурных, научных, спортивных и туристических центров России. Не случайно город имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России». На территории города насчитываются десятки национальностей. Татары – самая многочисленная группа. На втором месте идут русские, затем Удмурты, Мар-2 и армяне. Благодаря этому город считают многоконфессиональным. На территории Казани проживают около 1 миллиона 216 тысяч человек. Воктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстан 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...